Спасибо, Антон. Мы продолжаем эфир у нас в прямой и мы ждем ваших звонков по телефону 311-29-47. Снизить распространение ВИЧ-инфекции среди заключенных. Этим занимается проект «Положительная жизнь». Сейчас о нем расскажем. Первый наш гость Вера Коваленко. Это основатель и руководитель фонда «Новая жизнь». Занимается общественной работой в сфере социально значимых заболеваний. Больше 10 лет помогают людям, находящимся в местах лишения свободы, освободившимся, попавшим в сложную жизненную ситуацию, имеющим социально опасные заболевания, такие как ВИЧ, СПИД, туберкулез. Вера, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Рады снова вас видеть. Что это за проект? В чем его суть? Почему мы должны помогать заключенным? Это, опять же, мы снижаем распространение ВИЧ-инфекции в Свердловской области через повышение приверженности лечению среди людей, которые отбывают наказание и потом освобождаются путем. Что такое приверженность лечению? Приверженность лечения и наблюдения – это когда человек пьет всегда таблетки, блокирует вирус, не представляет опасности для себя, соответственно, и для окружающих, и живет долго, и, соответственно, не умирает от других сопутствующих заболеваний. Они пьют таблетки в тюрьмах? Они пьют таблетки, но... Нет, я серьезно спрашиваю, как это организовано, как это сделано? Заключенные получают нужную терапию, если у них ВИЧ-положительный статус. Да, терапия всегда предлагается, если человек, значит, нуждается в ней, по медицинским показаниям медики предлагают антиретровирусную терапию. То есть в тюремной больничке он получает таблетки, как это выглядит? Да, но в чем заключается и наш проект? Сами осужденные недопонимают важность приема антиретровирусной терапии, недопонимают все-таки, для чего они пьют эти таблетки, как влияет это на их здоровье, и еще много причин, почему все-таки люди отказываются от этих таблеток. Они отказываются? Да, они отказываются, потому что они недостаточно информированы. Нет, подождите, вот вы сейчас сказали, они тупые, там такие же люди сидят, только жулики. Нет, это... Если они жулики, не значит, что они идиоты. Нет, они не тупые, просто есть разные причины и разная постановка диагноза. Есть люди, которым диагноз поставили, будучи на свободе. Им правильно провели консультацию, сделали забор крови, и потом объяснили, что такое ВИЧ, как с этим жить и куда дальше идти. Есть люди, которым диагноз поставили в тюрьме. А там обследуют, ставят диагноз? Там тоже, да. Это другая категория. И есть еще много причин, которые есть и на свободе у людей с ВИЧ. Это просто неверие в то, что ВИЧ существует. Если человек не верит в то, что ВИЧ существует, зачем он будет пить таблетки? Есть мифы, есть разные всякие вот убеждения, и вот мы с ними должны работать. Потому что наша главная цель – это повысить все-таки приверженность, чтобы люди осознанно начинали пить таблетки и, соответственно, продолжали жить. Заключенные не боятся ли того и вообще реально ли в местах лишения свободы скрыть свой ВИЧ-положительный статус, если человек хочет его скрыть? Вы знаете, на самом деле сейчас наше законодательство позволяет человеку находиться не обособленно, нет каких-то там закрытых отрядов, где только ВИЧ-положительные люди. Все сидят вместе. Поэтому сложно мне судить, как устроена система и как... Я попробую, Ванин вопрос по-другому повернуть. Вот он начинает принимать таблетки, а потом ему за это прилетают, ах ты ВИЧ-положительный, и прилетает от других заключенных. Может быть, не пьют таблетки, чтобы скрыть это? Может быть. И вот одно из наших, скажем так, задач, одна из наших задач – это выяснить до конца. То есть мы, когда писали проект, мы предположили, почему люди, исходя из нашего предыдущего опыта работы с людьми в местах лишения свободы, мы предположили, что есть несколько причин, по которым люди не пьют таблетки. Сейчас разберемся с этими причинами. Александр Чебин, наш второй гость. Это координатор проектов регионального общественного фонда «Новая жизнь», который с 2010 года занимается помощью людям с социально значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез, гепатит и профилактикой среди уязвимых групп населения. Координатор проекта «Вместе плюс и минус». Александр, спасибо, что пришли. Как вы работаете с заключенными? Ну, точнее, начинаете работать, собираетесь? Если говорить конкретно об этом проекте, то мы планируем посетить 8 исправительных учреждений в Свердловской области, в 4 городах. Планируем в каждой колонии встретиться минимум 3 раза с осужденными, у которых есть диагноз ВИЧ-инфекция, и встретиться с медицинскими работниками. У вас есть договоренность с руководителями колоний? У нас есть договоренность с главным управлением СИН по Свердловской области. Вас пустят? Да. Вам подведут заключенных, которые имеют диагноз? Да, мы уже начали ходить. Мы уже начали, уже сходили в две колонии, это ИК-2 и ИК-10, эти события также были освещены. Что было там? В итоге была встреча с более чем 100 осужденными, 61 человек в ИК-2 и более 40 в ИК-10 непосредственно. Как это было, о чем вы говорили, как они реагировали? Ходила Вера. Вера вам ходила, я в ДНИ положительное живу прекрасно. Нет, смотрите, у нас есть уже отработанная система проведения подобных мероприятий. Мы ведь не первый год ходим в исправительное учреждение, просто системно мы никогда так не работали. Проект на год. То есть мы сможем системно отработать многие вещи и выйти с предложением ГУФСИН к управлению, как системно улучшить работу, выдвинуть свои предложения. Мы работали буквально 2-3 месяца, охватывали несколько колоний, до конца не допонимали, какие предложения нужно вносить. Сейчас это будет системный подход. Поэтому, когда мы пришли в эти два исправительных учреждения, мы начали, конечно же, с анкетирования, со знакомства, с анкетирования, чтобы понять вот на входе, как говорится, какие проблемы люди анонимно могут озвучить. Вот сейчас я проанализировала, когда собиралась к вам, проблемы неверия в диагноз, вот то, что я говорила. В смысле, неправильный диагноз поставили, неверия? Люди пишут, что мне поставили диагноз в колонии, поэтому я выйду, пересдам, а потом буду разбираться, есть у меня, ну, если есть диагноз, буду уже разбираться. Вот, а потом, может быть, поздно, мы понимаем, поэтому вот один момент. Второй момент. Человек считает, что в колонии дают плохую схему терапии. А в колонии дают хорошую схему терапии? Абсолютно то же самое, что и на самом деле здесь. Стандартная схема лечения, она не отличается от того, что дают здесь. То есть вот. Что еще? Дальше они говорят о том, что мне, значит, проблемы с печенью, мы знаем, что есть еще сопутствующие заболевания гепатит С, и так как у меня проблемы с печенью, то я тоже буду пить таблетки, и меня это погубит. Поэтому пока я не разберусь с печенью. И начинаете вы с объяснения того, что такое ВИЧ на самом деле. Мы сейчас вот то же самое сделаем, покажем сюжет о том, что такое ВИЧ. Ученые установили, что вирус иммунодефицита человека образовался в конце 19-го или начале 20-го века в Африке и передался от обезьян к людям. Первые зафиксированные случаи болезни появились в конце 70-х. Сам вирус открыли в 1983 году. Он вызывает в организме человека ВИЧ-инфекцию, последней стадией которой является СПИД. В организм вирус иммунодефицита проникает тремя путями – через кровь, при незащищенных половых контактах или от инфицированной матери к ребенку. Еще недавно заболевание считалось смертельным. СПИД называли чумой 20-го века. Сейчас люди с диагнозом ВИЧ живут долго, принимая лекарства и наблюдаясь у врача. Благодаря современным препаратам у инфицированной матери в 99% случаев рождается здоровый ребенок. Я правильно понимаю, что мы не сочувствующие людям, которые находятся в колонии, потому что они преступники. Вот я и не сочувствую. Они отбывают заслуженное наказание. Но мы заинтересованы в том, чтобы выйдя из колонии, они не распространяли этот вирус дальше. То есть в чем наш общественный интерес? Это профилактический проект. Он в плане эпидемиологии очень важен. Чтобы человек, находясь там, начал приемы РВТ и вышел безопасным уже на свободу. Если человек принимает, он становится безопасным совсем? Да. Если у него... Вера? Да. Да. Я принимаю антиретровирусную терапию. У меня, если говорить медицинскими терминологиями, вирусная нагрузка не определена более чем полгода, поэтому... То есть анализы не показывают? Да. Вирус заблокирован. И вы приходите и говорите, вот смотрите, какая я. Давайте быть такими. Ну не совсем так. У нас команда равных консультантов. Равных консультантов – это человек, который тоже живет с ВИЧ, имеет опыт приема как раз вот этой антиретровирусной терапии, и ему есть чем поделиться. У него тоже были и побочные эффекты, вот что они одно из предположений, что у меня очень сильная сыпь, диарея и так далее. Я пробовал пить вашу антиретровирусную терапию, она мне не подошла, поэтому я ее пить не буду. Либо еще говорят, я не хочу пить пожизненное лекарство, вот мне сейчас пока хорошо, а когда будет плохо, тогда я буду разбираться. И люди рассказывают, как раз эти равные консультанты, свои истории, когда у них были и стадии СПИДа, и как они тяжело выкарабкивались с этих стадий. А встречаете ли вы в колониях людей уже на стадии СПИДа? Конечно. Есть ли такая проблема? Конечно. Проблем очень много. На самом деле этот проект получился, он через боль, через вот эти все обращения к нам родственников, через страдания жены мужей, которые нам звонили и на поздних стадиях рассказывали о том, что муж и жена находятся в колонии, умирает от ВИЧ, плюс туберкулез или плюс снеумония или еще что-то, помогите, пожалуйста. И вот тогда уже поздно, как правило, всегда поздно. И мы понимаем, что спасти вот на этой стадии мы всех не сможем, но профилактировать, не допустить, чтобы люди доходили до вот этой стадии, тогда нужно делать вот этот проект. Удачи вам в реализации этого проекта. Мы продолжаем после рекламы. Александр Гольферин в рубрике «Здоровье» расскажет о том, как сохранить мужское здоровье, как выражался губернатор Россель, на нижних этажах.